привет друзья всем хорошего вечера пись у открываю двери без ключа чат-чат-чат налетели как саранча как дела друзья меня нормально слышно надеюсь я включу микрофон чтобы было качество звука что было лучше потому что прошлых видео я смотрел как будто звук был хуже чем с микрофоном поэтому мы короче с микрофоном добрый вечер добрый вечер сейчас я включу тик ток потому что не странная социальная сеть тик ток если честно непонятно когда она стрельнет вот тик ток салам алейкум я рад что звук хороший все хорошо сегодня будем делать чего не знаю пока ну в общем как обычно нету фото плана я такой я люблю свободу выбора и поэтому выхожу в эфир тогда когда я хочу сегодня с тренировки только пришел я этот нырял и прям хорошо прошло на самом деле это первые два дня вот два-три дня не получалось у меня там и передали препятствия потому что шоу сейчас на сертификат и довод сдаю сейчас упражнение и поэтому так сейчас секунду где есть перевести то же выреба вот сейчас секунду пожалуйста здравствуйте здравствуйте меня видно видно все хорошо может камеру сделать посветлее я села я это просто я в палате с палаты вышла ты вы в больнице я лежу нет я лежу и у вас запрос какой вы в больнице оставьте пожалуйста я вы знаете у меня все накопилось я сюда пришла вообще с одной проблемой выявляют очень много сейчас хотят прям ставить кто к одному врачу на учет теперь ко второму вот семье тоже такие не знаю как объяснить но очень сложно все вы знаете я просто сколько рассмотрела и понимаю что вы чувствуете человека я тоже ходила бабушкам все мне тоже говорили что что-то там сделано все это но на данное время я кожу как еще вот 7 августа уже будет год я забыла детей и ушла от мужа у меня пятеро детей вы откуда семей казахстан казахстан и 21 год было все более-менее пока я держалась то есть здоровье начало подкашиваться с каждым разом я ходила по врачам выявить ничего не могли а сейчас остановить пожалуйста ладно это это неконструктивно абсолютно сейчас если мы сейчас в таком настроении начнем работать ты переедешь в любые болезни да да мне сказали что не нервничать я просто в дурку переверну сейчас начнем давай вот так во первых ты не одна это будет не сильно этично с тобой сейчас работать в таком ключе скажи пожалуйста что такого страшного в разводе произошло что ты так страдаешь я еще не развелась и на развод не подаю почему ну я думаю что если человеку себе нужна что он может ты горожка хатика лежишь и умираешь да умираешь да наверное диагноз какой диагноз какой мне ставят узловые эритемы остеостроз, артеопороз и артрит и сказали сердцем проблемы возможно замена клапана сказали что я буду делать сколько ты еще с тебя жрать будешь скажи все что ты перечислила это практически все аутоимуные заболевания а твое мозговое траханье уже сердце не выдерживает на голове я понимаю я это понимаете что как понимаешь а переборола себя все вот как бы все собралась чего жду не понимаю не могу сделать последнюю точку ты от меня сейчас чего ждешь совета совета чтобы эти что сделать не знаю может совета помощи какой то чтобы у меня может быть мозги на место стали я до сих пор просто думаю что может семья может возобновиться но он ходит молчит но он приезжает и к детям как бы старается что-то у него другая семья нет а где он ходит он живет отдельно в своем доме со своей мамой ты чувствуете готовы ждать я понимаю что у меня я уже не надо понимать сколько ты готова еще ждать честно не знаю хорошо сколько ты намерена прожить намерена прожить хотелось бы дольше это сколько дети маленькие сколько ну хотя бы лет 30 я не знаю тебе сейчас сколько 41 ты в таком состоянии в котором сейчас ты 30 лет сможешь прожить нет нет в каком состоянии ты не смогла бы это сделать когда буду спокойна как ты можешь стать спокойнее что должно в жизни случиться должно все поменяться что что поменяться поменяться должно все что ты должен поменять это должно точку поставить жирную точку где где поставить на развод когда ты это сделаешь когда ты это сделаешь эх почему это не хочу я не понимаю почему хочешь хочешь ты нет когда ты это сделаешь не знаю наверное сейчас выйду с больницы пойду ей подавать по разводу в голове каждый день крутится что сейчас чувствуешь внутри просто так какая-то угу а в голове неразбериха что в голове что в голове а в голове неразбериха что-то за что происходит потому что мысли путаются вдруг один на одно вот так вот прям накладываются что за мысли да как что за мысли да как вот он приезжает каждый день ты сейчас опять в нытье уходишь я тебе говорю что в голове происходит не знаю обсуждаю наверное себя зачем так делаю зачем себя насилую и зачем может то что что уже привыкла за это время что мы вместе думала что сама все справлюсь пока справлялась мы уехали когда мне было 10 лет с мамой от папы от папы от папы отчин был отчин был нет я предполагаю может быть у тебя переноса нету уже не перелезла это не перелезла это может быть я сейчас предполагаю и не навязываю я просто спрашиваю так потому что бывает так потому что бывает может тебе пахнет у меня папа был на все руки мастер и как бы он у меня тоже уж такой может поэтому я как-то это вот вы сейчас сказали я тоже начала об этом задумываться что бы ты сказала папе сейчас Васяк он был бы живой ну-ка давай что я люблю его скучаю и хотела бы чтобы он говорил и не отправляю ни за что потому что это в твоей жизни родители прожили свою жизнь каждый человек это взрослый дети за это не в ответе угу 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 но иногда бывает так что как будто я его чувствую хотя его нет угу 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 это он что будет если я скажу что он всегда рядом он всегда рядом угу 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 на душе хорошо прям иногда бывает такое ощущение как будто я его чувствую угу 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 не знаю почему мне кажется как будто я тут что он там и помогает мне угу угу ну так и есть ну так и есть я его чувствую что бы он тебе посоветовал в этом случае он у меня сильный он у меня я не знаю он наверно башку оторвал бы всем Какой бы совет он тебе дал? Чтобы я уходила и не поворачивалась назад. Я так думаю, потому что у меня было 10 лет, как бы у нас воспитание было такое, что мы в груди жили и такое было воспитание, как бы с родителями не было таких разговоров. Поэтому я думаю, он бы так сказал. Уходить и не поворачиваться назад. Сейчас что чувствуешь? Покой на душе какое-то. Как ты думаешь, что произошло? Легкость. Принятие. Что я приняла? Совет? Это называется «сила принятого решения». Потому что это у меня в голове крутится, наверное. Я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Ты, конечно, ещё соплями утрёшься, когда разведёшься. Но это будут другие сопли. Радости. По-разному. Спокойствия. Жизнь зависела от мнения чужого человека. А сейчас ты только выбрала себя. Сейчас вся твоя жизнь зависит от тебя. Я тебе предлагаю к этому привыкнуть. Да, надо к этому просто привыкнуть. Сделай глубокое тело. Сделай все эти руки. И сердце прям выдыхает. И сердце прям выдыхает. Ещё раз. Ещё там сердце. Ещё на сердце. Как дела? У меня как будто вот прям спокойствие внутри. У меня вот как будто вот всё сжималось. Я только телефон в руки взяла. Включаю. Смотрю вывесенье. И у меня аж руки трескались. А сейчас прям... Прям лёг. Офигенно. Круто вообще. Я когда другие эфиры смотрела, я там с другими плакала. А когда вот на себе это чувствуешь, это вообще... Не знаю. Я не знаю, как это описать. Честно. У меня внутри, у меня в голове... У меня в голове, я говорю, вот так прям... А у меня в голове сейчас как будто вот пусто. Я очень рад. Я рад, рад. У меня. У меня. У меня как будто ничего не давит. Прям давил. Как будто сзади вот так всё. Как будто свежу стало и чисто. Слава Богу. Я очень рад. Я очень рад. Супер. Как вы это делаете? Это прям так сразу не объяснишь. Да. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Пожалуйста, дорогая. Спасибо огромное. Смотри. Заходишь в YouTube. Находишь письмо прощения. Кстати, да. Я тоже о вас говорила. Письмо прощения. Письмо прощения. Угу. Потому что сейчас меч на твоей стороне должна это всё сделать. Будет очень плохо. Это не каждый день будет хорошо. Но ты должна прописать всё равно не письмо прощения. Поняла? Всё, конец. Сейчас сразу зайду. Начну сегодня. Супер. Там через какое-нибудь время ещё в эфир выйдет. Скажи, я у вас была. Хочу поделиться. Я тебя опять приму. Поняла? Хорошо. Обязательно. Всё. Спасибо большое. Всё. Давай. Спасибо. До свидания. Поздравляй. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Пожаим. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, если интернет плохой, лучше даже не стучитесь, потому что на это чуть-чуть время уходит. Продолжение следует... Гуля, Гуля, Салмагуля, я приглашу тебя на Азиядаусы... Это кто? Это Гуля? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Рассказывай. Я рада... Так, мне, знаете, обида родителям с детства. У меня детства вообще не было, я старшая дочка моим родителям. У меня сейчас 42 года, но у меня ещё и осталось. Я это проработаю, я и работаю над этим, но у меня всё равно есть вот здесь, в душе, в сердце, какой-то обиды всегда. Вот напоминает детство. Гуля, подавай так. Замужем нет? Нет. Дети? Есть. 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 Сколько детей? У меня двое, и дочка, и сын. Куда делали? Ну, мы развелись, у меня неудачный брак был, мама выдала, я сама не хотела. Вот, родители нашли, и я узбечка, и наши вот родители, вот, никто не слышал о меня вот тогда, вот, вот мы развелись. Как бы, дети у меня, слава Аллаху, они у меня, дочку я замужем выдала, и сын Реадом, 21 года. Ну, вот. Но всё-таки у меня, вот, знаете, вот, по временам, я знаю, я люблю их, но всё-таки, как бы, в моем, вот, на этом ситуации, которые всё накопилось на меня, на моем плечах, которые дети, я сама выросла, и я всё сама делаю, да, вот они виноваты, да, вот, когда они неудачным семейным, они выдали замуж, и они виноваты, как бы. Ты где живёшь? Я, я в данный момент в России, в Москве на заработке. Угу, молодец. Дорогая, взрослеть когда будем? М? Когда будем взрослеть? Не знаю. Смотри, объясняю всем, у кого обиды на родителей, большие, да, то есть там не так воспитывали, замуж не туда вышли, и потом ты уже, прям, уже дети взрослые, опять что-то у тебя не получается, да, отношений нету, да, я так понял? Давно? Нет. Давно нету? Ну да. Как развелась, так и нету, да? Ну, я пытался, вот, знаете, всегда какая-то причина, я сама найду в мужиках какой-то недостатка, который мне не нравится, причина, и я сама не хочу. Вот у меня, я пытался, у меня были два-три раза, я пытался, отношения, просто так, не замужество, и я сама найду причину, чтобы... Бросить? Да, да, да. На зло маме? Я не знаю. На зло себя может быть. Это на зло маме, наверное. Может быть, и знаете что, и когда мне плохо, я найду причину, чтобы поплакать, мне будет вообще плохо, да, мне не с кем разговаривать, у меня, как бы, я найду причину, чтобы сидеть и поплакать, вот так. Уля, ты сейчас одна дома? Да. Да. Никто тебе не мешает? Нет. Подушку рядом возьми, салфетки или пакет, куда будешь блевать. Телефон поставь так, чтобы я тебя видел. Хорошо. Подушку. Подушку, салфетки, если есть, и просто пакетчик, куда, если будет рвота. Пакет. Сейчас. И вот так, все. Все. Давай. Это не единая, это соя будет делаться про весь процесс. Ага. Ага. Вот так. Вот так, мой, хорошо, давай. Чуть-чуть назад еще, да. Закрывай глазки. Вдох через нос, выдох через рот, просто дышим глубоко. Глазки закрываем. Она в себя не верьте, ее по рукам как будто били. И прям, вот знаете, этот, прям руки, слабость выше локтя, вот прям вот так тяжесть куда-то вниз тянет. И пустота внутри, она как барабан пустоя. Дрожит у меня внутри. Да, да, да. Это сильно недолюбленный человек. То есть это, она просто недополучивает. Ага, давай. Ну и так, мой хороший, давай еще. Ты сейчас души глубже, я пока тут этот вопрос задают. Отвращение к мужчинам чаще всего из-за того, что в детстве домогательство какое-то было. Или изнасилование было. Или было изнасилование у мамы, и мам, и ты глазами мамы смотришь на мужчин. Вдыхай, выдыхай, давай. Вот так, мой хороший. Давай, 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 Гуля. Выдох, выдох. Не имеется, да? Ага. Давай. Давай еще. Выдыхай. Вот так, моя хорошая, давай. Руки сами поднялись, да? Да. Давай, до сюда. А это уже влияние. Выдыхай, дорогая. Самостоятельно лучше такой херенью не занимайтесь. А вот так. А вот так. А вот так. А вот так. плачь плачь давай пожалей тебя из души прям боль выпускает а потихоньку вот так и давай давай выпуская и гуля а 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 Может подушку взять и поорать? Прям ори. Ааааа. Аааа. КОНЕЦ 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 Иди в туалет два пальца в рот вырви иди Бегом КОНЕЦ Иди в туалет два пальца в рот вырви иди Брось подушку и сми в туалет Я думаю, нам не надо в туалет нас обратиться с телевизором. Блин, а сейчас их ядр будет. О, все. О, все же. О, все же. О, все же. Когда я плакала, я прямо в детстве была, я вспомнила, когда у моих родителей были скорые, и мои сестры, мы плакали возле двери, вот вспомнила вот этот момент, я тогда было больно, и я не отпускала вот эту ситуацию, вот прям я там была. Спасибо вам от души, спасибо огромное, спасибо, выходи замуж, ладно? Еще один раз попробуй доверься ей, не ковыряем. Спасибо, спасибо огромное, спасибо. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Открываю двери и без муча, ча-ча-ча-ча. Налетели как саранча. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Кто тут такой молодец? Что с ней было? О, у меня сейчас прошла, было больно глотать воду даже. Супер, сколько стоит консультация. Давайте насчет цены в Директ лучше пишите. Почему? Потому что... Че меня затошлило? Блин, волосы чуть-чуть ничего сделал и теперь путаются. Как вы с длинными волосами ходите, пи-ть-ть? Еще не топись в тонкие стали что ли? Ой, тут что было? Че тут пропустила, говорит. на эфире вы энергию направляете получается да? супер кто тут такой красавчик кто тут такой молодец окончательно проходит все когда умираешь пока ты живой все равно что-то будет приходить в Пешкер приеду осенью кто тут такой красавчик кто тут такой молодец а ты что ли борец давай что-то тогда не будем здравствуйте здравствуйте вас зовут Ирина вы откуда? я из Германии круто вообще какой запрос у вас? у меня запрос контролерства прокорстинация я пролежала вот всю неделю в кровати мне ничего не хотелось то есть у меня болят бронхи я до сих пор себя плохо чувствую я попыталась проанализировать ситуацию что могло произойти накануне но все что-то по мелочам то есть я в принципе ассертивный человек я высказываю свои эмоции если они меня триггерят я не держу ничего в себе я уже все это как-то могу отпустить но что меня сейчас беспокоит в данный момент у меня экзамен скоро я в школе гипноза и у меня не доходит в руки просто залезть в тетрадки и что-то сделать для экзамена для того чтобы научиться для того чтобы что-то для себя новое узнать я первый экзамен сдала второй ну никак вот мне не дают ну никак я просыпаюсь утром с этой мыслью да я обязательно сейчас буду смотреть тетрадки я обязательно должна сдать этот экзамен вот не пускают меня туда может шаг назад сделаешь? типа оно мне надо? ну типа начни заново начни тот путь который ты уже проходила не совсем понятно не совсем понятно вот предыдущий экзамен ты же сдала? да да пройди материал заново получи угу угу когда выучишь пойдешь дальше опять угу просто это как в тренировке это вот откат да ты вот идешь и не можешь пробить потолок ты берешь и идешь на старые результаты вот возьми старый материал перечитай потом опять вперед иди поняла? да и от этого я могла бронхитом заболеть ну я не знаю что со мной я думаю что бронхитом болеют от того что не хотят жить это первое второе бронхитом можно заболеть от того что неохота идти на экзамен нужна причина ага ага все-таки это первоначально так и есть вообще со своей агрессией справься да у тебя ты очень ты очень агрессивная у тебя да очень много внутри подавленного гнева который вот он просто из ушей льется уже ой как хорошо что вы мне сказали про это ты очень много подавила в себе агрессии и поэтому она у тебя ну ты большое количество энергии на это тратишь огромное количество энергии чтобы не взорваться у тебя тут в Советского Союза вот эта политика сдерживания да 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 в этот момент это просто поломается да потому что проблемы с печенью с поджелудочной это же гнев у тебя подавленного гнева немерено немерено то же самое щитовидка это видимо невысказанное что-то старое да у тебя вот это вот твоя это знаешь откуда у тебя началось я пока предполагаю да 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 это твоя хорошесть и у тебя очень много социальных масок да то есть ты вот это ты свой имидж поддерживайся из-за этого у тебя ну вот как сказать короче это твой рахат лукун который перегнил то есть ты для всех хорошia была и в какой-то момент ты ждала обратная обратность отдачи адача это переросло в агрессии вот так это Твоё желание угодить кому-то чужим намерением, под кого-то лечь или подстроиться, ты считала, что это акт доброй воли твоей. Люди это воспринимали как должное и просто были неадекватны, по твоему мнению, к тебе. Проявлялись они. Из-за того, что ты не получал обратную связь, ты очень сильно на это завелась. Вот примерно механизм такой. Да, я поняла, я поняла. Ещё в силу своего характера и везде быть первой. Я сама, да. И я сама, да. Ты замужем, не замужем, нет? Замужем. Живой ещё нормально? Да, да, да. Слава Богу. Слава Богу. Мы уже живём 40 лет вместе. 40 лет. Тебе сейчас сколько? Под 60, 55? Мне 60 уже. Ну, хорошо выглядишь ты. Спасибо. Потому что муж ещё, если до сих пор рядом, это хорошо. Я поняла. Терпеливый. Я поняла намёк. Спасибо. Терпеливый, потому что где-то вы нашли, видимо, грань какую-то, куда нельзя передавливать. Да, да. Он успешный? Что? Нет, 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 наш. Он успешный, говорит? Да, да, да. Ну, значит, всё правильно, хорошо. Значит, ты молодец. Сильно тебя ругать не будем? Ты дома одна сейчас? Да. Никого не напугаешь? Нет. Давай тоже подушечку рядом, вставай, глазки закрывай. Хорошо. Я сейчас перейду в спальню и закрою дверь. Чтобы вот с твоим гневом что-то сделать, потому что, ну, как только ты в эфир вышла, прямо же невозможно, если честно, сразу было. Правда? Вот почему-то многие чувствуют, то ли это энергия моя, то ли я. Почему-то всегда думала, что энергия. На самом деле... Это агрессия? Это подавленная агрессия? Агрессия всё-таки. Угу. Да, я поняла. Подушку я взяла. Всё. Ставь, чтобы тебе было видно. Закрывай глазки, вдох через нос, выдох через рот, посмотрим, что это такое у тебя. Вот так пойдёт? Пойдёт. Закрывай глаза. Давай, Эрин. Закрывай глазки, вдох через нос, выдох через рот, просто дыши глубоко. Я буду тарахтеть, а ты дыши, ладно? Давай, глубже вдох, выдох через рот. Теперь слушай меня, просто дыша. Такими сразу не становятся, да, как ты. Такие люди прошли через огонь, воду и медные трубы. То есть в жизни не просто так ничего не досталось тебе. Вдох. Вдох. Она тоже хотела быть лёгкой, там, чтобы всё в играючи, только ни хера не получилось играючи. Приходилось грызться там. Да. Ну это. Сейчас все, кто... Я сама, все реветь вы будете, кто-то ревётесь, нахер. Вот это и сама вот так приводит. Потом то избы горят, то кони скачут. Что-то полегче, ага. Тема... allegiance к блееву... Ага. Все огорнемается. Ого. Точно. Тема. Тема. дорогие девочки ваша самостоятельность вот это я сама всего добьюсь ничего не надо я сама сделаю да хер ли вы не можете руки у вас жопу растут залезть и сама все сделать это приводит тому что ты становишься как конь с яйцами и ни один мужик не будет тебя там останавливать когда ты будешь брать инициативу свои руки знаете что делают мужики когда вы сами что-то начинаете фигачить он подкурив сигарету ждет когда ты сломаешься а ты не ломаешься дальше будет смотреть пока ты не обратишься не попроще его помощи вы думаете вы ебашите там второе полено и дружка даже он не поможет он не поможет потому что ты не что это твоя гордыня бабской не дает сдвинуться с места язык не поворачивается мужская гордыня дебильная тоже но у вас тоже не очень умная это очень такое хреновое проявление человека а если мужчины нет обязательно заведи мужчины рядом нет соседи есть блять че Ой, это у вас, Ольга, там что-то блоки у вас какие-то в башке? Что, я здесь попросил лампочку мужика вкрутить и передать ему надо, что ли? Это ваш мир такой. Не обязательно за лампочку давать. Мужчина меня не видит. Улыбайся, чтобы мужчины увидели. А то с противозачатным лицом ходите. Мужчина меня не видит. Мужчина меня не видит. А тут пишет, не могу взять полноценный отпуск, да? Ну, чуть-чуть поработайте пару лет, в больнице, в палате отдохнете потом. Ирина, как дела? У меня голова кружится. Руки, ноги, лицо? В жар бросает, в пот бросает. Ноги такие уставшие. Давай вот всё напряжение прям сбрасывай в землю. Та-да-да-да. Что за эфир? Ирина, бери подушку и ори прям туда. Да, давай. До хрипа что. Я не могу, мне этого не хочется. А я тебе говорю, при чём ты хочется, не хочется? Ирина, это херовая имитация оргазма. Никак я не могу. Никак я не могу. Не хочешь, да? Не хочу. Не хочу. Не даёт мне. Вот не даёт. На что ты? Не знаю. Не могу. Всё, что угодно могу сделать, но только не кричать. Всё, вот, закрыто. Хорошо ловшу на уши вешаешь, ну ладно. Честное слово. Не могу. Ты в каком-то ещё эфире наследила, скажи? Где ты там ещё была? У кого я там была? Дыши глубже. Где я была? Сегодня у кого ещё в эфир выходила? Дыши глубоко. Выходила. У кого я там была? Дыши глубже. Не знаю, Никита какой-то, врач-психотерапевт. А, тебя узнали. А, меня узнали? Ну и бог с ним. Я не стесняюсь. Нет, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши. Дыши, дыши. Да. Дыши, дыши. 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 и так дела полегче стало голову отпустила хорошо и так далее да ты еще с этой боли в груди сколько будешь ходить скажи не знаю не хочу вообще иди вырви я в туалет сходи два пальца в рот можешь выливать могу иди видит вы видите как это поменяется сушить я андер орёт спасибо девочки и признаются прямо это спасибо жить сейчас слабость прошла немножко руки заболевать вот руки болят плечи болят руки болят почему-то у меня тут нет здесь есть хорошо как мне хорошо у меня какая-то чакра что ли открылась вот тут просто легче вот здесь вот свет какой-то появился глаза что ли открылись больше может такой быть можно чисто мои такие ощущения ноги перестали трястись слава богу что было-то какая уже разница что стало легче не то хорошо что-то не то все хорошо я тебя жду все спасибо я благодарю спасибо спасибо вы тоже прорабатываете все вместе и поэтому волшебные палочки и волшебные палочки я просто на доставке работаю поэтому доставка сделал в эфир попала ты откуда я с америки ты где там живешь у тебя тут витло так у нас сегодня день два часа дня это где у вас вагая почему-то прямо не знаю захотелось взяла телефон думаю посмотрю и эфир начался я всегда наблюдала за вами всегда проводила и хотела помочь себе да у меня отношения с мужчиной у меня есть мужчина три года встречались год не встречались сейчас начали снова общаться и и не получается у нас я и стараюсь понять и него и себя но что-то не знаю тебе сколько лет мне сорок ему ему сорок восемь у него вторая семья это или чё да у него был брак у меня тоже был брак молодцы вы бля не сдаетесь да понятно хорошо и чё вы разошлись первый раз почему разошлись потому что у него были очень ревностно относятся ко всему что вокруг меня детям даже рабочие моменты и я и у него как будто бы пока прокрастинация в голове что-то придумывает и говорит что это так происходит ну говорит да ты не одна сидишь у тебя рядом кто-то ездит и чё ты думаешь это параноя проходит ну как-то за три года нет давайте это скажу это херня не пройдет если ты с этой хелью еще готова жить еще 20 лет дальше но встречайся дальше с я я видел у чувака прошла такая параноя но он очень долго и нудно с тобой занимался ну прям я не знаю лет пять блять и до сих пор он этим хернью занимается но у него все равно черти в глазах он делает вид что ну ни хрена подобно да только на словах да у тебя за просто только этот был или что есть я тебе прям говорю это параноя не проходит если ты готова с этим смириться и дальше жить сживи если тебя эта херня больше не устраивает это потому что абьюзер тот еще где ты его нашла я не знаю ну может быть да может быть я сама протянула слушай в Америке ты где его нашла ты это кто он вообще откуда он мы мы познакомились просто на встрече друзей он американец нет или он прям американец 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 белый белый с пистолетом ходит да дома есть да но не ходит это не пройдет ну вот я понимаю что я это ненормально нельзя вот в таких отношениях находиться ну что у меня изнутри вот это тянет я прорабатывала я думал может быть детско-родительское отношение у меня может быть что-то есть но я мы с отцом я отца очень сильно я не знаю откуда у тебя такой мазохизм да но если бы ты жила там я не знаю там в Казахстане в Мишкехе где-нибудь в Киргизии там не знаю хоть где на постсоветском пространстве конечно мужика нашла о господи можешь молиться на него и все да в Америке какого хера я же там был там же мод на вас выбери нормального хорошо там же моду там же отбоя нету да я там же американки не дают чуть-чуть вот так вертни и он бегает потом полгода за тобой вцепилась вцепилась в одного зачем хорошо чего ты закрыла сейчас не знаю что-то хотелось сказать не знаю что закрылась почему что я такого сказал что тебя раз это закрыло о том что скорее всего когда вы сказали нахер он тебе нужен ну и вот это скорее всего вот это не знаю ну почему я ну не знаю вот мазохистическое наверное какое-то отношение к себе и такая ну нужен да кто меня потом обидеть будет да ну нет я не хочу я уже устала я ему тоже говорила да я устала я не хочу я не хочу страдать отпусти меня уже не одну женщину до психушки довел правда же скажи думаю да вот узнай ты у него эти да и тебя доведет дорогая я таких знаю у меня друг такой ебанутый это не лечит как бы да ему уже 46 лет вон моему другу он не одну бабу довел до истерики просто до я не знаю вот до какого-то абсурда они аж прям на газоне вот так траву рвали уберите его нахуй от меня да нахер такое было с ней такое да было да вот видишь да и потом он когда приедет политика он скажет что ты ебнутая ну да не знаю у нее срыв истерика хуй его знает они же всегда красивые блять что сейчас произошло понимание того что да действительно он не пустой у меня ну слава богу блять сегодня видимо весь эфир такой я блять всех развожу нахуй сегодня но я уже три раза уже проплакала с девочкой я говорю я не поеду работать я пока не принят я не уйду я сейчас разведу еще тут это спасибо большое спасибо большое благодарю и надеюсь после него да вот и вот материальное состояние я думаю что будет учиться откуда убежала скажи вот откуда приехала туда я с бурятии с бурятии вот смотри ты такой блять путь проделала да от объединенного СНГ чтоб попасть под объединенную Америку угу ну что вот это ты меня вот подтянула я даже не знаю тем более ты бурятка еще ебки вы же с яйцами как я не знаю кто у вас же матриархат дорогая да как ты под него легла блять вот так вот я же видел буряток вы же вас же не сломать ты что что то такое с тобой произошло дорогая не знаю может хочу доказать что я сильная я добьюсь там смотри я тебя блять сломаю чтоб полюбил да а потом выбросишь да да это ты это ты папе так хочешь мстить за что ты хочешь мужика сломать скажи что у тебя что за кайф в этом скорее всего когда мужчина не слышит когда идут ну разговоры да и не не прислушиваются к моему мнению вот так у меня наверное с первым мужем было я ушла я сама ушла да я так знаю 15 лет мы прожили последние пять лет я не могла докричаться до него что у тебя есть семья я уже не та девочка маленькая которая замуж выходила у меня есть тоже мое мнение ты должен ну как бы хотя бы прислушивайся ко мне на что он говорил да конечно но я тебя оберегаю тем что не говоря мне не советуюсь мной и пять лет да мы приехали в америку всей семьей и тут получилось так что не получилось его сестра здесь живет 20 лет замужем второй раз американца и мама свекровка моя во все любимое и и так получилось что и здесь даже приехав сюда не было поддержки не было поддержки осталось снова неуслышанной ну как сидела дома так и сиди в общем то я говорю я хочу расти я хочу развиваться в америке есть возможности я могу это делать я готова бороться я готова жить наслаждаться жизнью семьей вместе ну на что я получила ответ я выбираю маму и и тогда я просто не стала долго думать я сказала покупай ну естественно я была зависим от него материально я сказала покупать пожалуйста нам билеты и я поеду домой я улетела в россию год год прожила но я думаю что надо возвращаться я не могу сидеть надо что-то делать будущее для себя и и своих детей поверила в себя собрала себя в руки вышла с депрессии отец меня поддержал у меня мамы нету да я очень скучаю по маме и стала сильной вот это как предыдущая женщина я сама я сама достигла я приехала полтора года я поработала без выходных я заказ не была заработала деньги закрыла все ну как обычно все свои долги и своих детей да дети со мной сейчас знаешь я вообще до этого с бурятками вообще никогда не сталкивался я когда был в лос-анджелесе я познакомился с бурятками с тремя это очень сильные женщины они такие вещи творят это просто у меня волосы на голове шевелятся они в такие короткие сроки достигают успеха это просто охереть можно и поэтому я не думаю что тебе нужно за кого-то держаться дорогая ебашь прям вот я тебе просто говорю я обычно говорю там расслабьтесь бабочки в животе ебашь прям потому что Америка она такая она любит таких ты достигаешь успеха встанешь на ноги детей поставишь на ноги ничего страшного а мужик он придет нормальный хорошо только абьюз тебе не нужен я все не пойму почему у тебя мама мама ушла умерла что с ней случилось да она три раза три раза у нее был инсульт на третий раз она перестала говорить и так она у меня была ну папа посмотрел и периодически я забирала к себе у меня у меня там еще есть обида вот за что я наверное себя не прощаю что не спасла нет у меня просто одна была ситуация такая что когда было мне морально тяжело когда она ну да ей больно было она не могла ничего сказать просто одну ночь я просто не знаю мне было тяжело я даже себя защищать не буду отговаривать не буду но просто я ей подушкой закрыла рот я сказала мама не кричи пожалуйста умри я устала за это я себя никогда не не знаю не могу простить вроде понимаю но это была ситуация да было мне тяжело я не могла я не могла никому сказать помогите и не могла отказаться ну просто я это сделала почему она и так была беззащитна она была слабая больна ничего не могла сделать а я взяла и поступила так как я могла поэтому ты просто ей прикрыла рот из-за этого сейчас ты тебя так плачешь да или она ты ее что ты так рассказала как будто ты ее убила нет я не убила ее я просто закрыла подушку рот чтобы у нас был маленький дом и рядом дети спали ну вот это за это я не знаю вот прям я тебе тут 362 человека охуела сейчас просто от того рассказала выдыхай да я даже не стесняюсь да я это сделала но не знаю почему ну это выдох да нормально выдохни просто выдох я всегда осуждала папу что мама заболела очень сильно да да и перед вплоть Продолжение следует... 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 Все... Продолжение следует... 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 Я не знаю, что происходит, но мне хорошо Точно не хочу обезьянных отношений Хочу, буду достигать то, что я хочу Обязательно на следующий период Расскажу, что за это время Я смогла сделать Здорово Огромное спасибо Огромное благодарность За вашу энергетику Я почувствовала только так Ох, мой бог Как будто бы все у меня Потекло все Ох, блин, круто как Я хочу искупаться в холодной воде Вот это, вот это супер Не зря я ждала, не зря я сказала, я буду до последнего Я знала, что вы примете меня, я знала Я хотела этого Ох, мой бог Благодарю Пожалуйста Спасибо большое Пожалуйста Обязательно буду на связи, обязательно останавливаюсь Обязательно буду ждать Мы тебя будем ждать И так хочется обнять кого-то У меня здесь есть Мишка Может Мишка обнять Вот так, наверное, я люблю свою маму Ты тоже с ним ездишь по автобусным полосам С этими Да, с медведем Ну да Дети мои, просто дети мои, да Да, они со мной всегда Да Хочется радоваться Хочется делиться вот это Своими успехами Которые вот Работа над собой Я вижу сейчас Результат Двух годовой работы над собой Нет, не в двух До мужа Пять лет Без мужа Семь лет Двенадцать лет Работа над собой Это действительно Действительно дает результаты Но просто надо найти Того человека Который действительно тебе поможет И здесь мы оказались О май гад Все мы еще там Вериться И не вериться Очень круто Очень круто Сейчас у меня прям аж это Новое дыхание Понимание своих мыслей Цель есть Мечта есть Как вы сказали Да, я буду Теперь сейчас буду Безусловно пахать Ну как Не как лошадь Но я буду делать то, что в моих силах Как пони, да? Да Пусть будет пони Даже пусть будет пони И то пони сильнее Это точно Классно Девочка там машет с машины Да Какую ару изучаем То и получаем Благодарю Очень Ай, блин Как круто Я не знаю Я это обязательно Можно я сделаю скриншот? Конечно Тут это у меня Останется На большой сцене Увидимся Я обязательно Приду Я расскажу Свою историю Я еще все Распишу Я буду готова К этому Вау Паша Помолодела Любить тебя надо Симнее Да Вот это да Вау Вау Все Даже плечи Ушли Вау Как вы это делаете Это наше Подсознание Да Энергия Вот У меня Знаете Последние Два года Я Вижу Всех Умерших Людей Это Меня Очень Сильно Пугало А сейчас Прямо Я вижу Тех Людей Даже Не моих Знакомых Людей Но я знаю Что этот Человек Мертв Что его Нет И что-то Он хочет Передать Я И не знаю Либо это Относится Ко мне Либо Что-то Мне Кто-то Мне попадется На пути Что мне Надо будет Передать И Да Я вижу Часто Маму Я знаю Теперь Что Они Она Берегает Меня И То Что Сейчас Произошло Просто Мои Ощущения Такие Сейчас Что И маме Даже Наверное Легче Станет Вам Там Всем Легче Станет Конечно Да Вот Почему-то Такие Ощущения Мне За Них Прошло Да Вот Почему-то Мне Хотелось Об этом Вам Теперь Я думаю Что Я знаю Точно Что Все Что Я Делаю Это Все Правильно Все Что Я Хочу Это Мои Истинные Желания Ну Это Круто Я Да Наверное Вы Правы Я Еще Посижу Я Проанализирую Над Чем Работала То Допишу В общем То Хочется Побыть Хочется Побыть Сейчас Да Вот На Диме По Своими Мыслями Спасибо Кто Порадовался Я Не Специально Это Не Была Манипуляция Ничем Но Это Действительно Все Дед Дмитрий Теперь Уже Есть Понимание Что Нельзя Держать Внутри Вот Эта Обиду Злость Я Вообще Позитивный Человек В каждом Человеке В каждой Ситуации Я Нахожу Лучшие Моменты Поэтому Наверное У этого Обьюзи Я Искала Хорошие Но Там Ничего Не Меняется Уже В Пятый Год Уже Нет Конечно Я Вам Просто Поговорю Результат С каким Вопросом К вам Я Пришла И Какие Выводы Я Сейчас Сделаю Я думаю Это Будет Понятнее Девочкам Мальчикам Супер Что-то Все Улыбаются Огромное Спасибо Огромное Спасибо Миллион Благодарностей Классно Круто Круто Надо Походить Надо Ноги Выпрямить Давайте Я Поделюсь Хорошей Погодкой Хорошей Мемо Да Это Круто Ой Забыла Машину Выкрепить Да Как Как То Как Круто Все Было Прекрасно Стало Еще Лучше Да Вау Классно Ах Мурашки По коже Ух И станцевать Хочется Вау Это Здорово Вау Нет Я К вам Еще раз Попаду Еще раз Попаду К вам Да Обязательно Мечты Сбываются Кто Дет Кто Добивается Мальчики Девочки Огромное Спасибо Пожалуйста Прямо Что-то Не знаю Что я Хочу Делать Я хочу Прыгать Я хочу Танцевать Я хочу Петь Пусть Даже Кто Смотрит На меня Не важно Это Это так Происходит В целении Да 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 У меня Даже Походка Изменилась Я хочу Прямо Нравиться Людям Душа Раскрылась Поэтому Так И Это правда Наружу Выходит И твоя Принестая Душа Вышла Наружу Высвободилась И поэтому За этим Очень приятно Наблюдать За твоим Выходом Вот этим О да Прямо я Сама Вот это Ощущение Как будто бы Мое тело Как пушинка Даже Не чувствуется Вот это Знаете Нигде Не сжимается Вот первый Эфир Девушка Я смотрела У меня Так Было Плохо У меня Шея У меня Вот это Все Внутреннее Хотела Отрыгнуться Не получалось Со второй Женщины У меня Голова Начала Болеть Я прямо Так чувствовала Я говорю Хотя бы Сделай Вот так Вот уже Тебе Легче Станет А когда В третий Раз Уже Мне Мне Позвонили Я могу Это Все Почувствовать Для Себе Вот это Да Это Круто Это Круто Я хочу Быть В таком Состоянии Мне нравится Мне Кайфово В таком Состоянии Я знаю Что В таком Состоянии Я добьюсь Очень Многого Вот это Скорее Всего Уверенности В себе Вот Я где-то Чуть-чуть Потеряла Но сейчас Да Чувствую Прям Уверенность Мурашки по коже Мурашки по коже Хочу Такое ощущение Иметь Каждый день Хочу Иметь Такое Ощущение В таком Теле Хочу быть Это Это Крутое Ощущение Ребята Кто Наблюдает Это Бывает Достаточно Редко То есть Бывает Высвобождение Там Блоков Но это Душа Открылась Это Совершенно Иное И Аж Мурашки Вау Вау Я забыла А что машина Не закрыла Все Открыто И шла Хожу Это Вот Люди Которые Там Сейчас Пишут Там И Уходи И Нам Тоже Надо Это Вампиры Все Понимаете Из 360 Человек 250 Сейчас Осталось Это Люди Которые Еще Более Или Менее Они Хотят Что-то Отдать Да И Я Вам Очень Сильно Благодарен Тем Кто Сейчас В эфире Просто Сейчас Наблюдайте Эти Эмоции Очень Редко Выходят Так Да Это Очень Редко И Это Офигенный Результат Который Не Каждый День Ты Видишь Я Это Не Каждый День Вижу Это Вообще Первый Раз В жизни Кто-то Видит Но Ощущать Это Супер Вот Эти Ощущения Я могу Передать Словами Но я могу Говорить Про свои Ощущения Очень Много В этом Покажем Энергии Даже Облака Вон В виде Сердечки Круто Вау Вау Супер Я не знаю Блин Мне так Хорошо Блин Кайфово Жить Когда Ты Живешь С Открытой Душой Я всегда Думаю Я открытая Я всем Помогу Я всем Все сделаю Что сделаю А сейчас Ну я хочу Для себя Сделать Я хочу Сделать Себя Счастливой Я и так Счастливая Потому что Я Названа Именем Как Жаргалма Переводится Как Счастье Сейчас у меня Мысли Пришли Я Оказывается Давным-давно Забыла О том Что О О Своей Имени Раньше Я говорила Я самый Счастливый Человек Потому что Родители Меня Создали И назвали Именем Счастья Я буду Счастливой Но когда Это Переломный Момент Развод Вот это Все Переезд Вот эти Отношения Вот Оказывается Я забыла Счастливый Мантру Что Я Счастливый Человек Сейчас У меня Вот это В голове Просто Прошипнуло Да Вот Ты же Раньше Говорила Что Ты Счастливый Теперь Ты можешь Сейчас Сказать Что Ты Счастливый Человек Вот Это Поворот Вот Это Поворот Любите Себя Блин Идите Открывайтесь Вот Это Круто Вообще Огонь Огонь Просто Огонь Сердечко Вам Огромное Друзья Мы Все Вместе Это Сделали Посмотрите На Ее Глаза Что Происходит Это Благодаря Каждому Из Вас Понимаете Вы Это Или Нет Это Просто Наш Общий Куповой Результат Наслаждайтесь Да Ох Вот Это Да Можно я На Траву Лягу Никого Нет От Энергии Земли Получить Тоже Надо Даже Трава Кусно Пахнет Обалдеть Вот Этого Я Хотела Давным Давно Вот Такого Ощущения Свободы Легкости Безграничные Возможности Нашей Души Нашего Тела Вау Благодарю Вселенную Благодарю 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 Вау Даже Солнце Вышло Солнце Даже Целует Обнимает Это Да Я Обязательно Поделюсь В первую В очередь Своими Детьми Они Видели Как Я Сильно Работаю Над Собой Вот Моя Поддержка Просто Ценя Писать Словами Это Просто Огонь Тяжело Долго Я Я Горжусь Собой Я Это Сделала Я Прямо Искала Вот Это Ощущение Внутреннего Своего Состояния Я Хотела Быть В таком Состоянии Я Хочу Дожить Столько Сколько Дожили Мои Дедушки Бабушки До Столетия Вот С таким Внутренним Ощущением С Такой Силой Да Я Буду Могу Прожить Долгую Счастливую Жизнь Раньше У меня Оставалось Число Раньше Почему-то Я думала До Семи Десяти Пяти Я буду Жить Почему Я не знаю Но Сейчас Мои Ощущение Что Я Ненавижу Верное Мои Личные Ощущения Что Я До Ста Точно Буду Жить Здорово Аминь Дай Бог Благодарю Умани Вот Махом Вот Это Вот Это Вообще Супер Я Благодарю Себя Что Что Работ Собой Я Хотела Я Хотела Вот Это Всего Я Хотела Таких Ощущений Мне Сейчас Даже В голову Не Приходит Что Мне Надо Делать Сегодня Буду Жить Наслаждаться Наслаждайся Кайфуй Будь Счастлива Благодарю Благодарю Сильно Благодарю Буду Рада Увидеть Это Вновь Да Это Вся Та Женщина Это Вся Та Женщина Это Вся Женщина Да Это Да Есть Мир Легок Это Да Может Быть Такое Да Что Все Прямо Потеешь У меня Прямо Пот Это Лифа Сходит Это Это Лифоток Идет И сейчас Будет Потом Все Выходить Будет Дорогая Давай мы Тебя оставим С твоим счастьем Наедине Эфир Я обязательно Сохраню Можешь потом Пересмотреть Как-нибудь Попозже Хорошо Хорошо И мы Заканчиваем Эфир Сегодняшний В следующий раз Выйдем Еще раз С кем-нибудь Поработаем Тебе Дорогая Желаю Счастья Удачи Пусть у тебя Все получится Спасибо Большое Принимаю Ваши слова Всем Спасибо за поддержку Девочки Мальчики Всем удачи Делюсь Спасибо за субтитры